Приветствую всех, с вами Низерамас, мы продолжаем проходить 5FNZ 4D After Years, историю Эджа, а точнее в данный момент расследование, которое проводят ученики Эджа. Это я геймпад поправляю, у меня там провод запутался, поэтому Эрик приостановился. Такс, окей, пока что я хочу еще раз пробежать по городу, может быть мне нужно еще что-то сделать, я попробую отмесить в священную землю всех магов и научиться это говорить. Нет, пока это не буду брать. Тут я... А вот тут что я? Я взял запасики себе взял. Так, и следующему какому-то персонажу тоже останется возможность улучшить свой экипировочку немножко. Я видел двух людей, входящих в дорогу дьявола ранее. Интересно, кто это был ли? А, это про Сеодора и человека в капюшоне. Слышал, что палом отправился в Трою. Что-то нужно в зале молитв. Ага. По-моему мне нельзя заходить в зал молитв, именно чтобы меня видели. Так. Нет, давайте вот так. Мне не нужно лягушку. Отойди. Западный мыс. На западном мысе отличный вид. Ясный день. В ясную погоду можно увидеть вплоть до башни Бэйбель. Не кастовать лягушку или свинью на других. Смонстры все более и более беспокойны. Надеюсь, это не значит, что что-то пошло не так. Порум выросла, чтобы быть чертовски... Ну, в общем и стала чертовски красивой женщиной. Лучше держаться подальше от гор испытаний к востоку. В общем, они захвачены нежитью. Слышал? Какой-то бармский корабль приземлился к востоку от деревни. А может нам в корабль надо, кстати? Ну, спать нам не надо. Так, я на заднем ряду. По эквипу у меня бумеранги. Все хорошо. Давайте отправляться. Сюда. Я не помню, где именно приземлялся тот корабль. Хм. Вроде он явно не упрямый у города. Погодите. Забавно, у нас тут врагов нет. Видимо, на карте мира как минимум... Ээээ... Как тебя зовут? Ацуки Нови, вот. Не придется сражаться с монстрами. А корабль, кстати, где-то же здесь приземлялся. Вроде бы. По-моему, даже может быть либо здесь. Странно, что его не видно. В какой-то веке можно побегать без противников. Эх. Возможно, монстры тут такие толерантные, не нападают на детей. Мы же сейчас в образе ребенка. М-м-м. Лес еще как бы сфункционирует. М-м. Действительно. Все. Как положено. М-м-м. Ну. Время забраться на гору. Теперь у нас враги будут появляться. Нет? Ладно. Ну, тут точно должны, потому что... Ну, не может быть целая локация без врагов. Ого, это что за... Небесный ученик. Какие-то они крепкие. Впервые таких вижу. Ни у кого до этого они не встречались. Ого. Неви, это... Не помню, как переводится. То ли флот. Флотский. Мотылек. Ого. Ого. А, это... Нам дали... За... За... Забой дали золотую... Золотую иголку или кого там. А потом еще зельку. Дайте-ка вернусь тогда в деревню Раз меня могут ослеплять Значит нужно защищаться от ослепления Ну, купить баночек Заодно, кстати Возможно я сейчас смогу А, да, мы превращаемся в наш облик А, это же не так Я вот куплю пока по максимуму Ну, все, теперь мы тут превращаемся В настоящий облик Я думаю, сейчас будем снова по карте идти маленьким И только там превратимся Не, ну Раз даже в таком облике на нас не нападают Значит Просто мы за очень талантливого ниндзя играем Которого простые монстры на карте Поймать даже не могут Ну, какие-то тут Внезапная встреча Ого Чё же он такой крепкий-то И чёрная магия сейчас усилена Видите Да, игра О Нет Мне вот такой, чтобы немножечко тут посражаться Потому что ещё Ну, хоть немножечко стоит О, ещё тем-то О А, нет А, нет Эти тоже Я думаю, на этих не будет хватать урона И две души Вот мне бы, конечно, набрать Монеток, чтобы хватило На Экипировку покруче Это, конечно, нужно много У меня только 470 монет На 479 Эти быстро заканчиваются Это слабые Ну, и дают, соответственно О Горные орлы Ну, грубо говоря Клифф это склон, по-моему Или обрыв Ну, не сказать же Оборванные Орлы Потом надо будет ещё сходить На карту В лес Чокобуману себе восстановить А то Запас это неплохой Ладно, надеюсь У меня ещё будет Возможность Вернуться В принципе, я не Не удивлён, что вы напали Ого, уже 135 Обалдеть А, по летающим же Метатель оружия Почему-то мощнее бьёт Замечательно Вот эти, по-моему Неплохо дают опыта Учитывая Насколько быстро Они Заканчиваются И вон Давайте пока Направимся В сторону Карты Оу Магия Совершенно много Мана требует А хотя как Не сказать, что Прямо сильно Но всё-таки Но всё-таки Расцветка у них такая Красивая Яркая О, ещё Левелоп И ещё Пасечка Слабеньких Монстров А сколько у меня Монет 1700 Почти Знаете, я сбегаю В деревню Хоть что-нибудь Возьму В большей степени Даже Остальным Персонажам Которых Я Встречу И начну Потом Следующими Играть Ну Погиб Нет По оружию У меня там Всё нормально Бумерангов Бумеранг Я более чем Доволен Ещё Одну Эту Угу Даже Может быть И вот так Лучше Сделать Ну Да Наверное Так Потому что Нежить И Иметь Защиту Братьев Нежити Может пригодиться Особенно На этой горе Где Нас даже Специально Предупреждали Что тут Одна Нежить Водится По-хорошему Накоплю Ещё бы Вернуться Потому что Не факт Что у других Будет Хоть Какая-то Возможность Блин Не справлюсь С управлением Кстати Эти Редкие Враги Я их Вон Только Второй Раз Вижу За Сколько Я тут Бегал Туда Сюда Ладно Идём Дальше Нельзя Оставлять Свою Защиту Вокруг Пором Даже На секундочку В общем Она очень Проницательная И сразу Нас Спалят Условно Сказать А что я получил? Эту? Ну Видимо Это Но я пока Так оставлю Потому что Самое страшное Для меня Сейчас Это Именно Магические Атаки Вот так Перекрёсток Это Что за Место Простите Не было Вроде Какого-то Развилки На горе Испытаний А Тут Сундук Точно Было Было О Нежить А вот и Нежить Кстати Металлический Бумеран Ммм Ммм Может Не дай Восьмёрочку Но пока что Не буду Потому что Я подозреваю Что он Может быть Болезнее Опять же Кому-то Из других Я просто Не помню Вот когда Закончится Этот эпизодик За Цукинову Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Оно Должна быть Ужасно Волнуются Оно Оно Волнуются Оно Что-то Не я О Двух Одного Удар Уже Закончился Но Не этот Хотя Был сверюбить Пока Он Не достанул Свою Магию Эфир Тоже Тоже Хорошо Давай Уложим Всех Так что У меня По Монетам Надо Будет Глянуть Зелька Тысяча Давайте Сохранимся Пожалуй Вершина Горы Испытаний Да Хм У них больше Восьмидесяти Я думал У них где-то Столько Есть Наверное Восьмидесят четыре Восьмидесят пять Где-то О Дикие Таких я не помню Мышек Ну конечно же Куда же без Великого И ужасного Скилла Летучих Мышей Ну это У нас Бронька Кстати Такая Которая Продается В магазинчике Но тоже Пока что Нет Что это Каменный Монумент И куда Ушел Опором Башня Бэйби Я знала Она была активирована Надеюсь Ничто не случилось С тобой Пором Мне нужно Отправиться На западный мыс Я вернусь С тобой Как Так Бы А я буду С тобой Ну вернусь К тебе Так быстро Как только Смогу Мастер Нам нужно Уходить Видимо Кстати Интересно Мне дадут В Миссиди Еще раз Зайти Посмотрим Посмотрим Пока Все На автоатаке Элементарно Проходятся Уже Монеток Побольше Кстати На удивление Нежити Достаточно Мало Я встречал На этой горе Мне так Говорили Что Прям Просто Орды Нежити Тут Как По-моему Старали Третья Битва С этими Зомби И то Одна из них Была Гарантированная Третья Битва Третья 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 Монеток Третья Третья Оп Западный мыс, я так понимаю, это то место, где мы в оригинале впервые попали вообще в зону миссидии после кораблекрушения. Оп, оп, да, иди сюда, чё к вам просто побыстрее передвигается. Лично нам дают зайти в эту локацию, кстати, это вот эта дорогущая бронька. Я куплю вот ещё один, этот, ну и вот так пока что хватит. Блять-ка я сохранюсь на всякий. Ну, назад вы бы он. Спасибо тебе, миссидии. Прощайте, профессор. И прощай, ты тоже, хором. Надеюсь, когда-нибудь у нас будет возможность встретиться вновь. Левую ногу вперёд, до того как правая нога погрузится в воду. Правую ногу вперёд, до того как левая погрузится в воду. Мастер, мои друзья, скоро увидимся. Обалдеть. Прям по воде побежала. Да, я не в курсе, кем надо и кто из них кто. Миссия Зангетсу. О, мы аж в подземном мире. Очередной тихий мирный день, мой народ. Я бы не хотел, чтобы было иначе. Мы бы никогда не получили этот мир. Если вы не старались так усердно, если вы не ваши усердные старания. Определённо, велики были потери, которые мы понесли во время войны кристаллов. Мы выдержали. Мы, солдаты... В общем, мы боролись через боль и... Олехо. Он снова об этом. Когда он начинает, короля... Он даже не знает, когда остановиться. Несомненно, всем из вас я поздравляю вас с очередным днём, который прошёл хорошо. Теперь время отдохнуть. В общем, не переборщите. Это вечером. Ты в порядке? Это не очень-то хороший прыжок был. Конечно, я в порядке. Талихо. Что? А... Конечно, я в порядке. Лалихо. Гномы... Ничто, если они не могут прыгать высоко. Ей нужно лучше заботиться о своих ногах. Ну, наша работа завершена. Можно отправляться в бар. Бар... Прямо по лестнице направо. Он прям по коридору между оружейником и бронником. Наша работа завершена. Ну, не возволь этому огорчить себя. Ты будешь хорошим прыгуном однажды. Так. Что у нас? А... Мы, значит... Вот так вот. Это и вот это. Я тут побегаю по замку. У нас тут тоже есть магазинчик. Хорошо. Гномы вещи содержат магические силы. Так. Это у нас медицинская комната. Лалихо. Из-за устал. Ничто... Нет ничего лучше, чем хороший сон. Интересно, как этот парень со своими кораблями. Очевидно, он прорасидов. Лалихо. Не покидает замок. Уже слишком поздно, а на сегодня. Запасной выход. Вот. Меня вот это интересует. О-о-о. Как оно однако. Может, этот у нас именно что? Такого рода боец. С копьями и всем таким. Ну ладно. Лалихо. Ты можешь получить прекрасный вид на магму с крыши замка. Лалихо. Это... Сокровищница. Вход не разрешен. Ага. Вот нам нельзя входить. То есть гостям, которые тут что-то делают. Можно, а своим типа нельзя входить. Какие они там щедрые. Сюрикен. Этого нельзя сдвинуть. Погоди минуту. Ты... Что у тебя за забавное лицо, мой друг? Лалихо. Ты странный гном, не сомневаясь. Вообще, из какой деревни ты вообще прибыл? Так. Погодите-ка. Мне кажется, по-моему, надо вообще на ту крышу между этими. А, или мне в бар надо, кстати. Я не помню. Сейчас я пока что-то побегу еще снаружи. Пояс я тебе вообще говорил. Господа. Гномы экипировка довольно тяжелая. Да. Все сейчас в паве. Хочешь присоединиться. Прям. Используй коридор между оружейником и бронником. Непременно. Ну, видимо, нам надо... Только я не помню мне. Кстати, здесь все еще закрыто, да? Ну, да. Там все закрыто. Молодихо. Выпивать самому не настолько уж и плохо. Куда там. Такс. Я пью что угодно. Девчачьи напитки или тяжелые штуки. Это не важно. В общем, это место прыгает. Ну, видимо, из-за того, что тут много народа имеется в виду. Сейчас счастливый час. А, что? Что? Ищешь какого-то веселья? Нет ничего лучше, чем пойти на крышу. Ну, да. Мне, видимо, надо... Именно и надо, что на крышу пойти. Давайте тогда отправимся на крышу. Вот на этот. Ага. Пашня Бэйбель. Мы должны немедленно проинформировать короля. Оно наконец-то началось. Эй, ты. Иди, довожи немедленно. Простите, но моя работа здесь завершена. А? Вау. Что за прыжок? Ауч. О, моя спина. Ну, это было выше, чем я думал. Башня сияет. Я должен вернуться в Эблон немедленно. И сообщить, проинформировать мастера. Будет короткая дистанция в верхний мир, когда я проберусь через эти шахты. Очередная новая пещера, в которой мы никогда не были. О. Прямо слизьку дали. Блин. Хрена. Я привык, что в оригинале ниндзюцу всегда на всех было. А тут нет. Сундучков тут, конечно, немало. Ну, кстати говоря, от слизьки я буду все-таки, думаю, убегать. это как-то будет попроще. Но сражаться с ней – это такое. Угу. Что-то я там собрал. Ух, тут эти лабиринты. О, лягухи. Это у тебя есть? Нет. Может быть, все-таки удастся завидеть этих лягух таким образом? нет. Тут нормально. О, вспышка какая-то. И предмет для исцеления от лягушки. Так. Вот здесь нундук. Ммм. Шиноби. Не, ну раз у меня две, осталось, то точно уже можно выдать. Ну, гнев небесный. Отлично. Пока отправляюсь сюда. Окей. Так, ну это, конечно, будет достаточно долго. Особенно если еще и обратное превращение будет подтормаживать. Да куда? Не-не-не, что-то, что-то иди-ти-ка нафиг, господа. Господа лягухи. Так, жерешки тоже нафиг. О. Тысячу монеток нашел. Неплохо. Так. Показай, я этим сундуком схожу. Какая... Как где там? Ммм. Посмотрим, как этим он будет сражаться с заднего ряда. Ммм. Ммм. Что-то, по идее, может быть даже желешек смогу бить. Ну, конечно, да, промахи никто не отменял. Путешествие домой будет сложным. Да ладно, я не готов. Ммм. 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 Воздушный змей какой-то. Вот этот кайт, это по-моему воздушный змей. Ну, аналог прыжка драгуновского. Да, ну он хотя бы бьет не больно? А вот эта атака наоборот. Эдем он справа намного сильнее, чем все, что я встречал здесь. Нет времени, я иду мастер. А, все. Ну, будем надеяться, там не было ничего. Ну, теперь и за чьей, кто же еще. миссия из айой трое вы готовы начать сегодняшнюю тренировку, девушки? коленями трое трое правило группы из восьми эпопт которая служит кристаллу однако одна из нас одна из них была поражена смертельной болезнью и как результат нам необходимо быстро избрать новое держите это в уме когда будете идти на тренировки сегодня мы будем работать над крепостью духа вам нужно очистить себя холодной водой и смыть все, что может вас отвлечь это может сфокусироваться на внутренней энергии когда вы готовы, соберитесь в большом пруду перед гостиницей эй ты слышала? говорят, что война собирается собирается я тоже это слышал говорят барон снова отправил свой флот воздушных кораблей он говорит, что вещи рули так как это было в прошлую войну и не только так же я слышу, что Леонора проходит свой последний экзамен вскоре это напоминает мне помнишь те слухи насчет того, что ей нужно изучить черную магию черную магию? угу поэтому они запросили мага из Мессидии чтобы обучить ее я не знаю не похоже это очень похоже, что скоро глядет война, не так ли? девушки, что вы делаете? поспешите и соберитесь в пруду да, мы начнем я была здесь уже на протяжении некоторого времени что может могло случиться внутри барона? так, мы сразу же по классике а мы тоже за одноручного одноручный ниндзи играем нельзя оставить две руки ну и конечно же нет вот так в задний ряд разумеется еда и вода замечательная здесь вот что происходит когда ты ешь слишком много большую башню построили к югу отсюда нужно пересечь две реки чтобы добраться до нее в общем нравится как мы выглядим и предлагает потратить немного провести время с ним ладно я в общем магазинчик хотел заглянуть тебе понадобится чокоба чтобы добраться до башни испытаний почему бы не попытаться пустить деревню чокоба к северу отсюда а мне понадобится идти в башню испытаний здесь здрасте к я просто хочу вот эту штучку хоть она не сильно мощнее но еще и парализовать же может ты одна из обучающихся на и попт да сэр правда о чем сэр я знаю вас женщина вы можете быть жуткими как вы планируете какие-то вещи прячась за своим милым личиком мы в этом хорошие сэр жутко его здесь вообще как-то увидеть не ожидал незабавно что это вообще возможно ну до этого эти мы все ключевые персонажи которых мы встречали они были именно что как просто какой-то диалог и они уйдут на свои места а тут просто 20 и вот так все так многие люди выращивают чокоба и здесь по-прежнему ничего нету да сюда я думаю все-таки опять же не войти закрылись закрыли бедных чокоба ну и ладно мне надо в пруд идти нырнуть я так понимаю а мне сказали теперь опаздываешь извините хорошо теперь очистите свои тела в пруду и тренируйте свой дух бэм о чем мы должны думать пока мы это делаем вам нужно попытаться обослить свое сердце и душу во время концентрации и не думайте больше ни о чем сделайте свое сознание единым с водой окружающей вас дамы никому не позволено уходить пока не достигнете полной концентрации можете начать судя по тому что персонажи там забегали я могу что-то делать и я больше не могу вынести этого слишком холодно ты не можешь ожидать что станешь опыта если даже не можешь пройти через эту тренировку и уже упражнение очень хрупкая девушка мэм ее лицо синее пожалуйста мэм вы должны позволить ей отдохнуть хорошо на этом на сегодня все почему трое так нужна новая рекорд они уже достигли этой точки когда они даже построили целую башню исключительно для тренировок через нет все они не они могут تى Ужасно строга с нами до тех пор, как башня испытаний была завершена. Мы никогда не проходили такие интенсивные тренировки ранее. Кстати говоря, если я пройду по воде вот туда, я найду какие-нибудь предметики. Вон там вот, например… Лиса Чокоба видимо уменьшилась в последнее время, раз их в том лесу и не встретишь. Моя цель какая сейчас? С ним мы уже говорили… И неужели мне надо уже сразу отправляться в мощные испытания. Раз где не нужно быть на тренировке сейчас, спрашивает. Так, тут у нас на карте кто-то есть? Видимо тоже нет. Ну и естественно черных Чокоба здесь нет. Кто, мол, вообще сомневался? Угу. О, корабль, кстати. Можем навестить их. Можем навестить. Что за ужасное путешествие было? Наш… и сломанный компас был меньше из проблем. Видимо ничего нам не скажет больше. Не удивляется, что вообще к ним кто-то пришел. Давайте-ка я сохранюсь. Потому что здоровья у нас мало. Магическая печать? Ну, неважно. Я просто заберусь по внешней стене. Ага. Вроде та же башня, но вроде и… вовсе и не та же. О, отличная. Так, бронзовая… это хуже, да? Да. Немножечко. Так, что? Нет, ничего-ничего. Так, что? Нет, ничего-ничего. Забавно, что здесь есть такой же путь еще и снаружи. Но я так и не понял, какая цель именно на башне испытаний. Вот зачем? Из-за ее забирается вот на эту башню сейчас. Ну, понятно, что какое-то… все они там расследование проводят и так далее, но… конкретика где? Эфир. Вот промахи, конечно, вот эти иногда встречающиеся вновь… печалят. Стрелы… О, кстати, арбалет. Двадцать четыре… Ммм, двадцать семь. Ну, давайте тогда так. Ого. Просто очередью какой-то. Стреляем по бедным воробьям местным. Кстати, а сколько еще этажей было в башне я не помню. Отлично. Левелоп. О. А, и тут еще один такой же кнут, как у нас уже есть. Что? Ммм. Он против птички. Моя стрельба очень хороша, потому что это, собственно, птица. Она даже ничего сделать не успела. Впечатлена построить такую башню просто как инструмент для тренировки. Ну, невероятно мощный монстр внутри. Я прямо его чувствую. Эти айпопсы что-то задумали. Что? А, ну да. Просто нам показывают момент, как вот это сияние башни, это примерно такой момент сведения по таймлайн у всех эпидоризотов, в которых мы встречаемся. Мощный бавиль сияет. Мощный бавиль сияет. Еще слабо, но прямо как-то раньше. Я знал, что эта луна приносит плохие новости. Ну, в общем, у него нет времени. Нужно вернуться в Эббл немедленно. Вот так. А, корабль. Я проедусь на этом корабле. О, прямо посередине лежала зелька. Ну и нормально. Свереном, видимо, надо успешно свалить и все. С этими мини-эпизодами четырех учеников. Опять же. Ух, прямо на лестнице поймали. О, вот и другие птички нам пожаловали. Так, давайте-ка я сохранюсь. Закончим путешествие из Айой уже в следующей серии. Потому что там явно нам еще за самого Эджина будет уходить. Насколько я знаю. В общем, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Всем пока.